Это часть вторая по Миджорни, и сегодня в этом видео ты узнаешь более продвинутые лайфхаки по нему, поэтому даже если ты уже пользователь Миджорни, я думаю, ты найдешь для себя что-то новое. Но если ты новичок, посмотри, обязательно, вот это видео, в этом видео прошлось по всем базовым лайфхакам, но тоже очень интересным, особенно, что касается промптов, где их искать, как подбирать и так далее. Начинаем. Следующая вещь, если ты делаешь картинку для сайтов, не просто картиночку там какого-то продукта, а тебе нужно именно сделать для сайта. Здесь тоже есть свои нюансы. Во-первых, ты, конечно же, добавляешь слово веб-сайт. Дальше добавляешь, кроме слова веб-сайта, UI, UX. Это чтобы он понял, что это точно для веб-сайта. И нажимаешь Enter. И он уже тебе будет это сделать больше в стиле веб-сайта. Почему-то он делает такие горизонтальные веб-сайты, мы сейчас увидим это. Если ты хочешь, чтобы он еще больше прям веб-сайт сделал, то мы вводим то же самое, только вбиваем еще две листочки AR и дальше 16 на 9. Дальше он будет уже генерировать именно для самого веб-сайта. В принципе, очень прикольно такой веб-сайтик сделал. И здесь мы уже видим, что мы добавили веб-сайт, мы добавили UI, UX. Для него это по стилистикам будет дизайн именно самого сайта делать. И какой сайт размер. У нас сайт горизонтальный, либо сайт вертикальный. Добавляем AR 16 на 9. Пожалуйста, картиночка веб-сайта готова. Это очень круто. Мне очень нравится. Ну, а что если у тебя есть заказчик, который попросил тебя сделать сайт на примере Apple? Как это сделать? Есть несколько путей. Я сейчас покажу. Первое. Заходим на сайт Apple. И многие это делают более таким длинным путем, я бы сказала. Делают скриншот, потом загружают эту картинку в Discord, и только потом уже ее используют. Я немножко начала обучаться кодингу, и я знаю, как это сделать намного проще. То есть ты берешь сайт Apple, берешь эту ссылочку, копируешь, заходишь в Discord, и дальше как сделать сайт наподобие Apple. Slash Imagine. И дальше запоминайте, что нужно сделать. Нужно написать вот такую вот рисочку. Дальше написать A, пробел, href. Потом мы добавляем так. Открываем. Здесь мы вставляем саму ссылку. Дальше мы опять ее закрываем и закрываем. Все. Это как бы в кодинге означает, что вот он должен брать референс именно вот отсюда. И дальше ты уже вписываешь все, что тебе нужно. Пишешь то же самое. Смотрим, что получилось. Вот что получилось в стиле Apple. Ну, кстати, не супер Apple-овски получилось, так скажем. Все равно минималистичнее намного, чем предыдущее, да? Но не супер в стиле Apple, потому что, возможно, в стиле Apple, видите, у них несколько прям страниц, и он не знал, что конкретно ему брать и показывать. Поэтому, конечно, иногда со скриншотами работает лучше. Ну, и также есть второй, конечно же, вариант. Это если там тебе не понравилось, то ты можешь просто сделать, как есть все остальные. Иногда это работает, потому что иногда тебе не нужно весь сайт Apple, да? Тебе нравится какая-то определенная часть. Допустим, тебе нравится вот именно вот такая вот часть этого Apple. Либо тебе нравится вот эта часть. Она больше такая минималистичная. Ты тогда же, конечно же, берешь, делаешь скриншот этой картиночки. Мы входим в дискордик. Отправить файл. Мы загружаем сюда наш Apple. После того, как эта картиночка отправилась, мы ее открываем, берем и открываем в браузере. И вот здесь уже мы берем именно вот эту ссылочку. Копируем вот эту ссылочку. Мы ее сюда вставляем. И после этого просто пробил и пишите, что вам надо. Допустим, Dog Night Shicks Style. Смотрим, что получилось. И вот у нас получился в стиле Apple собачий стайл в виде матрикса вот такой вот сайтик. Ну, прикольно же! Блин, как это круто! Намек поняли? Намек поняли. Либо IHRF, либо если нужен какой-то отдельная картиночка какого-то определенного сайта, если он сделал в разных стилистиках, то мы берем скриншотики и вот так вот вставляем. Следующий лобхак уже поинтересней. Если ты делаешь картинки, ты потратил какое-то определенное время, выбрал для себя какие-то определенные характеристики. И чтобы не брать копировать и вставлять, копировать, вставлять, а ты хочешь все делать в одном и том же стиле, в принципе, это можно установить по умолчанию. Я покажу как. К примеру, ты делаешь сайты, и ты хочешь все сайты делать в одном и том же стиле. Покажу, как это делается. Нажимаем Add. И нажимаем здесь уже Prefer option set. То есть сделать кастомизированную опцию. Здесь ты выбираешь, что конкретно тебе нужно вписать. Допустим, веб-сайт. После веб-сайт нажимаешь вот сюда. Я уже в Value. И здесь вписываешь. К примеру, я определилась уже какими-то определенными веб-сайтами. Я хочу, чтобы у меня было всегда в Cinematic, Alchemic, там, Museum Lightning, чтобы был такой вот Backlight был также у нас. Enter. Все, он запомнил. И каждый раз, когда я буду вводить слово веб-сайт, у меня будут эти характеристики. Здесь мы вписали кастом, и теперь мы нажимаем Imagine. Мы нажимаем Dog, после Dog нажимаем два иточия и пишем Website. Вот, видите, после Dog сразу же входятся все те характеристики, которые я уже установила для веб-сайта. Очень удобно. Вот у нас получился такой музейный свет. Да, Backlighting, как я просила. Все, все, все. Гиперреалистик. Классно. Супер. Также вы это можете сделать для своего продукта. То есть каждый раз, когда вы будете делать продукт какой-нибудь, да, вы тут вводите продукт, дальше PUM, Value, и уже описываете ваш продукт. Каждый раз, когда вы будете вводить слово продукт, у вас будут те же самые характеристики, которые вы уже заранее придумали. Прикольно? Прикольно. Следующий лайфхак тоже очень интересный. К примеру, тебе понравилась какая-то картинка. Тебе понравилась вот самая корень эта картинка, так скажем, seed, зерно. И теперь ты не хочешь, чтобы оно тебе меняло это зерно, но давало ее в разных стилях. Для этого тебе нужно будет добавить ее номер. Чтобы узнать ее номер, тебе нужно нажать на картиночку, добавить реакцию, нажимать Envelope. И здесь тебе сразу же он будет писать ее номер, номерок. Вот, пожалуйста, seed. И вот это ее номер. Мы прыгаем сюда, обратно. И когда мы уже расписываем, ты просто там вписываешь какую-то картинку. Imagine. Да, так дописываешь Don. И там, я не знаю, там, Anime Style. И вписываешь вот этот seed, который там был. Вписываешь seed. Пробел. И номер, который тебе дан. И Enter. И дальше она будет уже генерировать собачку в Anime Style, опираясь немножечко на вот этот seed. Супер-супер сильно оно не будет опираться на эту картинку, но примерно оно будет давать тебе то, что было в той картинке, просто в другой стилистике. И вот у нас получилась такая же собачка, которые были там, только немножко в аниме таком стиле. Классно? Классно. Следующий лайфхак, как совмещать фото. К примеру, у тебя есть свое фото, у тебя есть фото, там, не знаю, героя с Marvel, и ты хочешь, чтобы оно это совместило. Здесь есть несколько приемов. Я сейчас о них расскажу. Первый и самый-самый простецкий прием, это мы берем картинку. К примеру, давайте возьмем какую-нибудь звезду, чтобы никому не было обидно. Илона Маска. Берем фотку Илона Маска, мы берем ее сразу же здесь, пишем copy image address, входим сюда, вписываем image, добавляем вот эту ссылочку, пробел сделаем, добавляем еще какую-то картиночку, к примере нам нужен там супергерой Marvel, да? Тут, кстати, есть аспект очень большой, который очень важен. Если вы вставляете ваше фото, которое не супер качественное, которое сделано на телефон, то результата у вас хорошего не будет. Для того, чтобы он считал ваше сид, ваше вот это основное картиночку, ваши черты лица, фотография должна быть супер хорошей, то есть сделана в студии с хорошим цветом, хорошего качества, да? Тогда оно будет считывать вообще весь ваш сид, все ваше лицо. Так как у нас нет очень качественной фотографии Илона Маска, поэтому мы возьмем просто с интернета. Капитана Америка мы также возьмем это с интернета. Берем вот эту картиночку, копируем image address, вставляем сюда. И дальше самый простецкий вариант, без каких-либо добавлений, мы просто добавляем две рисочки и следующее V, подступ 4. Все, это означает совместить фото. Нажимаем Amber. Здесь уже мы будем полагаться на удачу, считает ли он эти две картинки или нет. Но, кстати, неплохо у нас вырисовывается Илона Маска в стиле Капитана Америка. Вот, пожалуйста, совмещение Илона Маска и Капитана Америки. В принципе, очень даже неплохо. А теперь можно еще другой вариантик совмещения фото сделать. Мы нажимаем у нас Imagine, мы нажимаем Prompt, опять же, давайте Илона Маска. Будем брать те же самые фотографии, чтобы было видно разницу. Вписываем Илона Маска, отступаем. Также копируем Капитана Америку. Вставляем. И дальше мы уже пишем характеристики, какие мы хотим вообще видеть. Допустим, Илона Маска. Все, мы здесь уже поразделили характеристики. То есть, это тоже очень важно. На картинке может быть много чего. И поэтому ты должен дать ему понять, что конкретно на картинке. И дальше, то, что он не считал, он уже будет полагаться на твои описания и больше в них добавлять. То есть, Миджорни, он не будет добавлять объектов, которых нет на фото. Если же у вас простые руки, а вы хотите бицепсы на руки, тогда вы должны вписать бицепс на руках. И тогда он будет понимать. Если же у вас там вообще рук нет, а вы хотите, чтобы появились руки, либо появились крылья, то он это не добавит, если вы это конкретно ему не напишете. Смотрим, что получилось. Даже сами Миджорни, я начала в документации, говорят, что все равно вы ему помогаете. Вы должны ему вписывать то, что на картинке есть уже. И дальше уже вписываете, что конкретно нужно добавить. И тогда он будет это все совмещать лучше. И вот посмотрите, насколько лучше стала картинка. Класс, да? Совершенно разные картиночки. Потому что мы здесь уже ему дали Илон Маск. Мы сделали Cinematic. Мы сказали Gun. Мы сказали Marvel. Капитан Америка. И вот картиночка, ну, вообще бомбезная. Следующее. Весы. Как сделать так, чтобы были пропорции, которые вам надо? К примеру, вы дизайнер, вы хотите сделать дом в стиле цветка. И вы вписываете это сюда. К примеру, пишем Imagine. И мы пишем Flower. Здесь сразу же двойное, двоеточие. И пишем 1. А следующее пишем Building. И нам нужно Building побольше. Аначе мы ставим 2. То есть мы больше отдаем предпочтение, чтобы было больше здания и немножечко цветов. И посмотрим, что получится. И сразу же напишем другое, наоборот. Мы напишем Flower у нас 2, а Building 1. Теперь у нас должно быть больше цветка, нежели здание. Вот здесь мы видим, у нас был цветок 1, Building 2. Соответственно, у нас Building побольше и цветков, соответственно, поменьше. Круто, да? Интересно получилось. А здесь наоборот. Здесь у нас мы получали Flower 2, Building 1. И здесь, кстати, он даже как-то неправильно, что ли, считал. А дал просто цветок. Наверное, вот в каком-то виде здания, я не знаю. Ну, вот видите, так считал вот он. В принципе, здесь можно экспериментировать и вдавать там, допустим, Flower 1, 5. А Building это 1. То есть Flower будет чуть-чуть больше, да? И вот это очень важно вставлять даже в длинные тексты. Давайте попробуем. К примеру, мы делаем Imagine, и у нас очень длинный промп. И также, чтобы он здесь выделил, что конкретное нас больше интересует, мы должны как раз добавлять наши предпочтения. К примеру, доп у нас, конечно же, очень важен. Мы его вставляем там 3, да? Допустим, там мне нужен Museum Lighting. Очень важно, чтобы он был 1. Алхимик мне нравится, чтобы оно было тоже там 1.5. Соответственно, он на вот эти места будет обращать больше внимания. И еще один момент, который я хочу рассказать, что если у нас получилась картинка, но есть элементы, которые нам не нравятся, как их убрать? Первое и самое, конечно, простое, это пойти в Photoshop и просто в Photoshop замазать все, что тебе не нравится. Но те, кто не умеет пользоваться Photoshop таким, как я, мы можем использовать несколько других приложений. Второй вариант, это зайти на сторонний сайт, такие как Runway. Там, кстати, можно убрать какие-то элементики. Третий вариант, который мы с вами можем попробовать, возможно, он даже будет самый прикольный, потому что это будет уже от Majorney. Мы можем выбрать эту же картину. Помните, я говорила, что мы выбирали моду Remix? Так вот, когда мы выбираем версию, которая нам понравилась, допустим, нам понравилась версия 3, и здесь мы убираем то, что нам нужно. В конце мы можем добавить, опять же, вот две рысочки и Known building in the background. Все. Таким образом мы говорим, нет, не надо нам здания на заднем фоне. Мы нажимаем отправить, и сейчас он нам сгнирит эту же картинку без зданий сзади. Смотрим, что получилось. Ну, скажем, Majorney эта функция, она не всегда работает. Я замечала, что когда там добавляют нет красного цвета, либо убери там ту, он убирает. А если вот видите, все-таки в таком плане, он вообще полностью поменял картинку. Поэтому лучше использовать Runway или Photoshop, если тебе что-то не нравится. Последний момент, который тоже очень-очень сильно важен, это качество изображения. К примеру, нам понравилась вот эта картиночка. Если мы приблизим, качество у нее, ну, не супер, так скажем, классное. Как это сделать? Это можно сделать в двух предложениях. Первое предложение, это просто top of the top. Ну вот, честно, лучше его я пока еще не использовала, но оно и платное из-за этого называется. Оно Topaz AI Photo. Очень круто изменяет картинку и делает просто бомбическое качество. К примеру, вот я вам покажу разницу. Классно, классно. Если вы не хотите платить, есть бесплатная версия, называется приложение Upscale. У них удобно то, что тут не нужно регистрироваться. Ты просто заходишь на сайт, сразу же мы добавляем наше фото, и оно сразу же его upscaled. Посмотрим на разницу. И вот, пожалуйста, здесь классно, еще удобно, можно посмотреть. Видите? Он, ну, намного улучшил глазки. Смотрите, здесь как-то вообще не точечка, а здесь суперский глаз видно. Бесплатная программа, пользуйся ей. Это были далеко не все лайфхаки. Ребят, что я еще очень советую всем, это реально пройтись по самой методичке бинджорни. У них на самом деле написано очень-очень многое. Вот и у них есть гайды, у них есть промпты, у них есть разные объяснения. На самом деле они прям очень красавчики, они все подготавливают в этом видео. Дальше. Предпоследний момент, перед тем, как я расскажу, как получить бесплатные часы по копирайтингу. Смотрела я интервью, и создатель прямо говорит, что он как бы ни у кого не покупал изображения, он парсил изображения со всего интернета, поэтому прав на изображение у них нет. Но по поводу прав судимости и все такое, кто мне в комментариях пишет, посмотрим, что же она найдет. Я скажу так. В Америке еще нет закона, по которому судят за то, что ты используешь арт, который сгенерировал AI, потому что еще просто не написали такой закон. Поэтому сейчас его использовать вполне можно. Что еще говорили юристы? Что если, допустим, вы вписали просто Монализа и особо не парились, а Ишка вам сгенерировал Монализу, то, скорее всего, на нее еще могут на вас подать в суд, если вы ее используете в коммерческих purposes, так скажем. Но если вы добавили очень много своего труда и своего времени, то есть вы писали Монализа в таком-то стиле, в таком-то цвете, там выдавалась картиночка, вы дальше ее изменяли, вы дальше ее корректировали, и у вас есть вот эта запись того, что вы действительно потратили время на генерирование этой картинки, соответственно, за эту картинку вас никто судить не может. Поэтому за это вообще не переживайте. То же самое относится и к музыке. Главное, чтобы это не было похоже точь-в-точь. И последний момент, как получить бесплатные часы от Миджорни. На самом деле, это написано у них на сайте, но если вы это не увидели, то я буду очень рада, что я вам сказала. Для того, чтобы получить бесплатные часы, вам нужно быть активным участником этого Миджорни. Что нужно делать? Под каждой сгенерированной картинкой готовой, есть смайлики разные. И особенно это касается в основном чате. Вы заходите в основной чат, Миджорни, заходите, и здесь очень много разных генерированных картинок. Если вы будете каждому выставлять там лайки, каждый день Миджорни выбирает тысячу людей, которые ставят лайки другим людям, которые, так скажем, помогают Миджорни, помогают программе и дают вам бесплатные часы использования Миджорни. Чтобы проверить, даны ли вам часы в этот день или завтра, послезавтра, выиграли ли вы не выиграли, это все очень просто проверить. Вы просто нажимаете сюда на инса, нажимаете enter, и у вас здесь будет сколько у вас часов у вас осталось, сколько изображений осталось. И также, если вам насыпят время, то будет выписан такой бонус, и в бонусе будет уже время, что вам дано бесплатно. Классно? Классно. Если вам понравилось это видео, подписывайся. У меня будет очень много интересных видео про разные аишки. Если нужны какие-то определенные аишки, пишите в комментариях, какие именно аишки вас интересуют. Спасибо вам за лайк, спасибо вам за коммент, и увидимся в следующем видео. Пока!